Всем привет, друзья! С вами Amway921 и патч 9.22 уже вышел. А это значит, что пора смотреть на новые машины, которые появились в этом патче, уже не как на тестовом сервере, где каждый второй стреляет голдой, где матчмейкер отчебучивает всякие странности, а на нормальном боевом сервере, где все уже вроде бы нормально. И начнем мы знаком с основными машинами вот с этой вот, которую сейчас уже все принялись выкачивать. Кстати, застите, какие клевые там подтеки топлива, как же мне нравится. Это ИС-М. М означает модернизированный. Второе название танка ИС-2Ш по имени конструктора Николая Шашмурина, который продолжил такую модернизацию танка с кормовым расположением боевого отделения. И это в своем роде первые такие тяжелые танки СССР, которые есть с подобным задним расположением башни. Итак, пушка. Пушка очень напоминает орудие от ИС-3, примерно такая же точность, примерно такое же времясведение, такая же алифа и такое же пробитие, на первый взгляд. Но если присмотреться, то местами одно лучше другого. Например, пушка нашего танка немного скорострельнее и чуть комфортнее в плане времени сведения, но менее точная и с меньшим бронепробитием. Разница, наверное, особенно заметна в пробитии голдой. Ну, то есть, один танк лучше где-то в одном, другой в другом. В целом, немного это разные машины, конечно, по стилю игры, но враги приличия, да, советские тяжи. Я вам обязан был показать эту табличку. По бронированию. Тут все довольно просто. Большие зоны, легко все понять. 120 мм весь борт. Верхний бронелист с заходом, такими полукруглыми элементами на борт, 130 мм. И нижний бронелист, самая, скажем, уязвимая часть нашего всего агрегата, 170 мм. В ВЛД приведенных получается примерно 260, да, довольно много. Это бронепробитием от танков 10 уровня уже, то есть оно танчит. Снизу 196, это уже пробивают и многие восьмерки, если, конечно, мы прямо на них будем смотреть. Броня лба топовой башни 250 и все, да, комбашенка там слишком маленькая, чтобы о ней говорить, ее как будто бы, считай, нет. Ну а вот стоковая башня, да, с которой мы проездим довольно долго, если что, там от обычного ИСа, где 100 мм брони, а это вообще не норма, потому что топовая башня это последнее, что выкачивается на этом танке. Ну то есть если танк проходить, прокачивая все, то вы столкнетесь с тем, что вы будете играть с рыхлой башней довольно долго, и это не очень хорошо, ну оно и понятно. Ну и прежде чем посмотреть, как там на нем лучше воевать, конечно, самое главное, наверное, это решить, как же этот танк называть, чтобы коротко и емко и понятно было. Ну, наверное, ИС М проще всего, да, но мало ли вдруг кому-то хочется более ярких, радостных слов, и на стриме одно из наиболее, наверное, понравившихся вариантов лично мне было название Лапоть. Ну, по аналогии с немецким Тапком, да, Тапка тоже заднее расположение башни, и поэтому он как бы Тапок. Ну а раз наш это не Тапок, тем более Тапок уже занят, то наш это, наверное, исконно русский Лапоть. Ну и почему бы не Лапоть, короче, я не знаю, что проще, ИС М выговорить или Лапоть, короче, хрен с ним. Правильнее всего, конечно, было бы разобраться с тем, как на нем правильно играть, куда ехать, что делать и так далее. Ну, прежде всего, наш танк, конечно, очень-очень любит городские карты. То есть он сам по себе довольно медлительный. Максимальная скорость хоть и не самая маленькая по меркам тяжей, но не самая большая далеко, 35 км в час. А задний ход вообще почему-то очень плохой, 12 всего. Мы еле-еле отползаем. На месте танк разворачивается очень туго. Если башни поворачиваются еще довольно живенько, то корпус еле-еле. И вот в этом вся беда. То есть мы не маневренные. И если где-то есть уголок, от которого мы можем играть, то вот все, что нам нужно, по идее. То есть настолько простого, да, вот простой, как 3 рубля, как дрова, танк, наверное, еще поискать. Если угол где-то есть и враги перед ним, то все, мы можем нормально играть, настреливать, вытанковывать. Если этого ничего нет и нам нужно за кем-то быстро ехать или далеко ехать, наш танк сразу же неказистый. Само собой это означает, что он ситуативный. И этих ситуаций, где мы как бы можем понагибать, на самом деле гораздо меньше, чем там, где мы можем пострадать. Естественно, очень сильно зависит все, что мы делаем на поле боя от того матчмейкера. То есть от тех противников, которым нам закинуло. Если мы играем как здесь, против восьмерок и только, это прям благодать. В каких-то особенных случаях мы даже и голду можем танковать нормальных таких танков, типа Лева Атом и тому подобное. Правда, вот японец с фугасиками давай по мне стрелять, но я так понимаю, что у него их не 200 штук, поэтому рано или поздно они кончатся. Однако фугасиками в гусельке он тоже нормально выхватывает по 100, как бы. Может быть не сильно много разом, да, но 3 фугаса это уже ощутимо. Самая идеальная ситуация на нашем танке, это когда враг на нас наступает, при этом мы имеем возможность также от угла их где-то встречать. В этом смысле у нас довольно неплохой урон в минуту, 2000, среди тяжей 8 уровня, чтобы понимали, это чуть-чуть лучше среднего. И поэтому это для нас самое оно. Но как часто бывают такие шаблонные бои, да, когда как по сценарию на тебя потихоньку прут. Причем не сразу там вся команда, по одному, по два танка, и ты аккуратно их от угла каждого одаришь своими там ББшечками и прочим. Конечно, такие ситуации бывают крайне редки, и чаще всего приходится видеть что? Что мы еле-еле успеваем догонять врагов, чтобы хоть что-нибудь настрелять, а ведь танк при этом не стреляет сходу, да, у него стабилизация хоть и не самая-то плохая, но далеко не рекордная, да. И каждый раз приходится останавливаться и долго-долго смотреть, пока кружочек не сузится, чтобы метко стрелять. Ну как метко 0.42, так себе, конечно, по крайней мере в упор-то можем метко. Ну а иначе, да, если враги где-то по краям от нас, вокруг нас все поумирали, то мы никого и не повстречали. В общем, в топе у танка достаточно много проблем, чтобы назвать его каким-то там сверхнагибучим. Ну и совсем плохим я тоже его не могу назвать, потому что у него реально та броня, которая, ну как бы, ко времени, да, она танчит свой уровень и ниже. Вопрос, конечно, в том, часто ли мы бываем в боях, которые своего уровня и ниже, ну хотя бы вот бой с восьмерками, да, одноуровневый, это уже счастье. В этом бою точно можно ожидать от этого танка, ну максимум раскрытия, потому что если уж не здесь, то когда, спрашивается. В общем, такой вот классический танк с задним расположением башни, даже не знаю, что тут нового сказать. Это настолько не новая концепция, что она не подразумевает каких-то особенных подходов. Все то же самое, что вы и так и так делали когда-то на подобной технике. Единственная правда то, что все это нужно будет делать довольно много, потому что, чтобы прокачать девятку, которая уже будет, кстати, значительно отличаться по геймплею и по уровню, скажем, нагиба, нужно 144 тысячи опыта на этом танке наездить, ну с учетом того, что он у нас уже прокачан до топа. Поэтому, собственно говоря, удачи, счастья, здоровья. При этом не забывайте наслаждаться боями, где вы вверху списка, ну или хотя бы где бой с девятками. Там еще хоть как-то можно, ну более-менее найти себе противника, которого можно нормально разводить на урон там и так далее. Там, где еще нет этих кумулятивов с бронепробитием по 350, которые от наших брони просто вообще ничего не оставляют, никакого ровного места. Ну то есть вот он, классический бой на нашем этом лапте, да, к примеру. 4200 урона, немножко потанковал, как раз, ну в норме, да. Ничего такого сверхъестественного, просто бой как бой типовой. 44 еще больше накидал, а вот что меня особенно удивило. Ну об этом танке мы поговорим как-нибудь в другой раз. Ну и важно помнить, что бывают чаще всего, конечно, бои вот как этот. Бой с десятками, где мы самое слабое звено, прощайте. Да, в этом бою нет арты, и это пусть будет самая радостная новость из всего, что есть. На самом деле, конечно, все печально, потому что этот танк любая десятка бронебойными пробивает чуть ли не поперек всего корпуса, в лоб башни, в маску, и броня полностью перестает быть. При этом у нас против десяток не появляется какое-то прям, ну невероятное орудие с лучшей точностью, с быстрее сведением, с каким-то особо на крутым бронепробитием. Даже голдат у нас пробивает, а то 240. То есть кого там, нижний бронелист ИС-7 мы пробьем, ну фиг знает. Попадем в него, да, ну фиг знает. Вот как-то так, примерно. Вообще нифига наш танк не снайпер, и если ты попал внизу списка, то ты реально попал, потому что тебе опять же нужно следовать пункту номер один, искать тебе ближний бой, иначе твоя эффективность будет вообще сведена к нулю. Ну и черт ногу сломит, конечно, сейчас в рандоме, потому что вроде бы пока играешь на этой новой ПТ Объект 268 Вариант 4, ты не чувствуешь прям что-то такого, ну, ультра нагибучего. По крайней мере, у него там есть свои, скажем, особенности. Это одноуровневые бои, где каждый стреляет голдой, и так далее, и так далее. Но если она попала вот сюда, вверх списка, то это вообще ненормально. Вы не представляете, насколько она унижает такой танк, как наш, да и вообще любую восьмерку. Я просто, я в шоке, и ничего ей невозможно сделать. Даже голдой, вы говорите, рога невозможно пробить, там больше, чем 240, больше, чем наше пробитие. Короче, какой-то капец, расслоение пошло. Ну, неважно. Самое главное то, что этот танк не самый плохой, да, что я хотел донести. На нем можно играть в радость, правда, когда бои у нас нашего уровня. И он был бы прекрасным прем-танком, если что. Я его бы с радостью, например, будь я владелец ИСА-6, да, поменял бы на этот, если бы этот был бы прем. Было бы, наверное, круто. Ну, а так, конечно, впечатлений каких-то прям ловить на нем не стоит. Этот танк явно проходной, ничего интересного в нем нет. Спасибо за просмотр, увидимся в новых видео, ставьте лайк и пока-пока.